И асаны дают нам возможность почувствовать то, что мы не видим в этом теле, и раньше не чувствовали, даже не ощущали, воздушные потоки. Воздух мы не видим в пространстве, но мы его осязаем. Вот так раз ветер подул, я могу осязать его. Вот он есть, как бы я его трогаю. Он меня трогает, ветерок. И теперь при помощи йоги нужно почувствовать этот воздух внутри. Как это он там? Я могу осязать его, ощущать, как он двигается. Жизненная сила, воздух. Мы видели, как действуют вот эти конструкции, механизмы, пневматические устройства. Не могут поднимать тяжелые грузы, то есть воздух. Он может напрягаться, выталкивать, втягивать, рассеиваться. То есть у него различные свойства. И каким образом он движется, потому что все движение в пространстве и во времени в нашем измерении при помощи воздуха тонкого и грубого осуществляется. Это тело движется при помощи воздушных потоков. То есть сокращение мышц диктуется воздушными потоками, о которых мы не знаем, мы этот воздух не видим, эту форму воздуха мы не изучили. Мы думаем, вот газ, кислород, водород, различные его смеси, азот там еще добавляется. Вот это мы считаем воздухом. Но воздух – это прана. Это прана, это жизненная сила. Ее можно почувствовать при восходящем солнце. Когда солнце встает, вы чувствуете прилив энергии, какое-то наполнение радостью, вдохновение жить, когда встречаете восход солнца. Это вот тонкая прана. Тонкие праны передаются также по запахам, цветов, весенние ароматы. Вот это вот будоражащие такие чувства, знаете, все внутри начинает двигаться, мурашки по телу. Это праны. Некоторые люди владеют пранотерапией. Как их называют экстрасенсы сегодня. Они могут руками чувствовать ваше тонкое тело, как-то лечить, добавлять туда воздуха, энергии какой-то, какие-то энергии снимают нехорошие. Это вот невидимые такие потоки воздуха. И прана, яма, если ее освоить, я не думаю, что сегодня кто-то может ее в совершенстве освоить, но теоретически, если ее освоить, то человек не будет болеть вообще никакими болезнями. То есть за платформу здоровья отвечает прана. И опять же, можно уйти в эту сторону. То есть йога идет дальше с физического уровня, на уровень праны и идет дальше. Но кто-то думает, мне достаточно, я буду заниматься здоровьем. Это уже медицина, это уже не йога. Это спорт, это медицина, это уже отрасли йоги, так скажем. А йога должна идти дальше, мы не должны останавливаться. До конца, до конца. Сейчас мы попытаемся теоретически это сделать сегодня, а потом, может быть, получится, что-то практически в конце. Может быть, получится, посмотрим, попробуем. Это не всегда по заказу можно сделать, но зависит от нашей атмосферы, вот здесь сложившейся, может быть, получится. Я надеюсь. И воздух движется благодаря влиянию огня. Есть холод, это вид огня. Есть жар, это тоже вид огня. Есть, я помню, более, около 40, может быть, видов огня, рассчитывается в Махабхарате, тонких. 49 воздушных потоков. Их в теле 108 надий, каналов, по которым циркулирует эта жизненная сила. Мигание глаз, улыбка, сокращение мышц, выделение опорожнений и прочие все вот эти сокращения, движения, это все отличные виды воздуха. Но в целом их 5 потоков. Если говорить принципиально, 5 потоков в нашем теле. Вьяна, Апана, Прана, Удана и Самана. Прана – это жизнь и сила, Апана – это воздух, выталкивающий наше тонкое тело в момент смерти. Сейчас воздушные потоки регулированы, удерживаются в районе пупка. Здесь центр жизнедеятельности, энергии. Огонь пищеварения, вайшванара называется. Он шумит постоянно, пока мы живы. Если вы закройте уши плотно с двух сторон, вы услышите шум внутри себя. Не тишину. Это звук вайшванара. Примерно за 40 минут до естественной смерти он прекращает свою деятельность. Если вы закрыли уши сейчас и ничего не услышали, то вам не больше 40 минут осталось. Может быть, до конца лекции кто-то дотянет. То есть можно это услышать. Иногда люди это чувствуют и говорят, сегодня я буду умирать. Ну как ты? Живой человек, нормальный. Вот я готовь одежду, я буду сегодня умирать. Что такое? Он чувствует здесь холод. Вот с этого начинается холод. Огонь пищеварения, вот этот огонь начинает гаснуть. Значит, начинается процесс выхода из тела, то есть оставления тела. Йоги знают об этом очень хорошо. Это апана. А прана удерживает эту жизненную силу, и ее можно даже накапливать, можно продлить себе срок жизни. Некоторые йоги, которые посвятили жизнь этой пранаями, могли жить до 700 лет. Это в наше примерно время. Я знал такого человека в Индии, но он умер, может быть, лет 10-15 назад всего лишь. Ему было около 700 лет. Но для этого нужно заниматься только пранаями, больше ничем. Не на работу ходить, не семьей, ничего другого. Только пранаями, постоянно пранаями. И в чем суть этой пранаями? Прана двигает потоки жизненные в теле. То есть так существует жизнь. Так мы живем, дышим. Так совершается обмен веществ, то есть поддерживается наша жизнедеятельность. Цель йога – замедлить и остановить все процессы в теле полностью, чтобы пойти дальше. Например, у вас болит голова, и вы ни о чем другом думать не сможете. Или вы голодный, вы тоже не можете думать о чем-то другом. Или вы обеспокоены, тоже не можете о чем-то другом думать. Если мы скажем, подумайте, пожалуйста, о полном целом. Ом. А у меня болит голова, я не могу. Или у меня деньги украли вчера, понимаете. Я пришел сегодня на йогу, не могу успокоиться. Пришел специально успокоиться, и мне трудно очень, понимаете, потому что я думаю об этой потере. А может быть, жена, с женой поссорился. И то же самое. Мне сейчас трудно сосредоточиться на какой-то йоге. И что это в этой утратительной состоянии эмоциональной? Это влияние жизненной силы. Правда, эмоции, это относится к тому же разряду. И чтобы это остановить, всю прошлую память, нашу, вот, в нашей жизни, чтобы ум остановить, чтобы пойти дальше, необходимо остановить функции обмена веществ, сердцебиение, дыхание. Как? При помощи пронемы замедливается дыхание. Очень постепенно. Очень-очень постепенно. В этом процессе вы излечиваете от всех болезней любых. не имеется значения никакие. Вдыхаете. На два раза. На два раза выдыхаете. Четыре раза вдох. Четыре выдоха. Трудно? Продолжайте. Не трудно уже. Ага. Восемь. Вдох. Восемь. Выдох. Трудно. Продолжайте. Продолжайте. Не увеличивайте. Уже не трудно. Успокаивается все. Начинает замедляться процесс. Вы чувствуете, внутри усиливается жар. Полыхает огонь. Шестнадцать вдох. Шестнадцать выдох. Да, нужно еще больше. Еще больше. Еще нужно больше времени. Создачение. Успокоиться. Успокоиться. Тридцать два. Вдох. Тридцать два. Выдох. Вот уже прошло почти полгода. Вы даже не заметили. Потому что внутри у вас будут очень интенсивные процессы. За это время проживаете очень много различных состояний. Огонь полыхает. Мысль ускоряется. Жизная сила устраняет свое влияние. Не расходуется энергия. Переходит. Жизная сила выше на чакру. Дальше идет. Это йога. Туда идет дальше. И, наконец, мы доходим до состояния именно ума. Потому что ум как бы... Непосредственно не действует на материю. И если я скажу этому предмету, поднимись в воздух, в уме, он не поднимается в воздух. Но если я скажу с в руки, поднимись в воздух, она поднимается. Что такое? Как это? Я даже не думаю. Легко. Одно только побуждение мысли. Движение есть. Связано. С этим механизмом связь. Моя мысль. Каким образом? Через прану действует ума. Если же вы можете эту прану увеличить, расширить невидимую, вы можете поднимать другие предметы. Всем покажется, что это чудо. Нет. Действует тонкая материальная энергия. При помощи ума. Йоги могут поднимать, скажем, несколько тонн одной рукой. Без напряжения причем. То есть при помощи другой практики. Есть другие законы природы. Гравитация, антигравитация. Мы что-то слышали об этом. Так же, как магнит притягивает, может так же отталкивать. Если вы знаете эти свойства, вот этих законов, можете их как бы менять. При помощи медитации ума и жизненной силы своей. Конечно, вы расходуете какую-то жизненную силу. Но мы говорим о том, что ум связан непосредственно с жизненной силой. И когда мы доходим до ума, чтобы именно ум остановить при помощи йоги, уже требуются вибрации звука, мантра. Сегодня мантра йога у нас. Мы с вами минуем яму, не яму, асану, пранаяму, пратяхару, тхьяну. Да, практически мы сразу тхьяни сегодня приступаем с вами. К седьмой ступени йоги. Потому что предыдущие мы не сможем сегодня освоить. Мы не сможем сесть в позу лотоса правильно. Мы не сможем вытянуть позвоночник в ровную струнку на 15 сантиметров. Нужно растянуть его вверх. Попытайтесь немножко так. Вытянуть позвоночник на 15 сантиметров. Нужно вытянуть его выше. Это очень трудно будет сделать. Если удастся, то вы хороший йог. И наша задача сегодня контролировать ум. Это уже седьмая ступень йоги получается. Перед самадхией. И как мы сказали, может быть в конце нам удастся немножко очевидить вот это состояние транса. Что такое состояние транса? Полный покой. Абсолютный внутри покой. И вы почувствуете некое слияние с этим вот слогом ом, полным целым. Потому что оно все находится в равновесии. И жизнь бурлящая. Но на самом деле все в равновесии находится. Океан. Он может штормить приливы-отливы, но он с берегов не выйдет. Он находится в равновесии. Все планеты находятся в полном равновесии, в полной гармонии. Каждый атом во Вселенной находится точно на своем месте. Представьте, какое колоссальное космическое равновесие. Мы должны почувствовать это при помощи успокоения ума. Нам кажется, что нет справедливости, нет правды, нет равновесия. Что больше в нашей жизни? Страданий или наслаждений? Мы же так мир измеряем. Через страдания и наслаждения. На самом деле ни то, ни другое не отвечает за равновесие. Мы так ощущаем чувствами, которые не контролируем. Человек меня обидел, плохой человек называю. Хорошо, потому что он хороший человек. Я так воспринимаю его. А он делает что? То, что соответствует его природе и качествам. Он идет своим путем судьбы, в полном равновесии. Знают об этом или не знают. Называется вастушакти на санскрите. Вастушакти, то есть мир действует независимо от наших ощущений. Кого мы называем другом или врагом, или плохо, или хорошо, или зима, или лето. Независимо от этого мир действует независимо от наших названий и ощущений. При этом можно наблюдать, что эти ощущения очень относительные. Рыба живет в воде зимой и летом. Нет проблем. Ей хорошо. Это относительное понятие, холодно или жарко. Но если меня поместить в воду, я долго там не смогу жить даже летом. Это не моя стихия. Но в своей стихии я могу жить свой век спокойно. И более того, йоги говорят, что в любой стихии есть жизнь. Настолько относительный наш мир. Даже на солнце есть живые существа и тела приспособлены к той атмосфере. В этих телах мы не можем жить на солнце, или на луне, или просто в пространстве. Но в тонком измерении, в этом пространстве, где мы сейчас с вами находимся, очень много живых существ. Мы их просто не видим. Разных. В нашем понятии будут тоже плохие и хорошие, разные. Но это будет в полном равновесии. Иначе завтра солнце не поднимется, если не будет равновесия. Все точно, смотрите. Ровно, точно, восходы, закаты, движения, звезд. Все очень точно. Рождение, смерть, все фиксируется. Астрологи все просчитывают. Математические. Математическая. Высшая математика. Космическая. В такой мире мы живем. Ну, мы думаем, вот это правильно, это неправильно, это то, это все. Да, может быть. Но есть абсолютная правильность. Вот для чего нужна йога. Чтобы понять абсолютную истину. А для этого нужно свои оценки. успокоить, не вмешиваться в абсолют. А сначала нужно успокоиться. Что же произойдет, когда ум успокоится? Как сказал Будда, нет счастья, равного покою. Представьте. Озеро. Поверхность озера – это поверхность ума. Очень чувствительная мембрана. Малейший ветерок идет рябь. А если усиливается ветер, волны, еще и еще. И уже озеро не отражает в реальности. Мы не понимаем, что происходит, что там. Но чем больше успокаивается озеро, чем больше утихают мои оценки относительные, и желания настойчивые, и раздражения, и обиды я забываю. Я прощаю, отпускаю все эти вещи. Я начинаю видеть вещи, как они есть на самом деле. Мир, оказывается, совсем другой. Совсем другой. Не так, как я это чувствовал. Женщина видит мир так, мужчина видит по-другому, ребенок по-третьему, старик по-четвертому. Животные тоже как-то видят мир. Разве нет? Собаки бегают по городу, между магазинами, офисами. Но они понятия имеют, что это за офис, и что это за магазины. Они просто ищут кости. Где кости? Где кости? Где кости? Каждый видит в соответствии с настроем ума и чувств. И человек тоже видит таким же образом. В каком качестве он находится, а в таком качестве он видит окружающий мир. Меняется его качество, меняется его оценка. Все относительно. Есть такое выражение. Когда мне исполнилось 16 лет, я понял, что мой отец полный глупец. Но когда мне исполнилось 35, я заметил, что отец помнил намного. То есть моя оценка меняется. Дети думают, родители, они ничего не понимают. А родители думают, дети ничего не понимают. И те и другие правы в соответствии со своим восприятием в жизни. А как на самом деле? Вот. В этом нужна йога. Чтобы понять, как на самом деле нужна йога. Нужно развитие. То есть каждый человек, если находится в развитии, вы никого не будете критиковать и осуждать. Разве не так? Дети, может быть, они глупые, неопытные, но они ходят в школу, они учатся, вы же их не критикуете. Потому что они учатся. Но если человек не учится, а отставит свои какие-то понятия, он нарушает равновесие в обществе беспокойства. Вот. Есть нарушение как бы дхармы. Он нарушает общественный порядок, культуру, законы, начинает нарушаться. И в итоге страдания. Страдания. Страдание, значит, есть нарушение. Страдание – это баланс, привод в баланс, в равновесие. Потому что если не будет страданий, начнется беспредел. Вы едите, но человеку не предписано, есть бесконтрольно. Вы знаете об этом? Вы дышите, но человеку не предписано дышать бесконтрольно. Вы любите, но человеку не предписано любить без ограничений. Есть правила, регулирующие жизнь человека. Существуют священные трактаты. Для животных это не нужно. Они руководствуются просто инстинктом. Они не нарушают законы природы. Но поскольку у человека есть свобода выбора, он выйдет за пределы возможного, дозволенного. У него есть право нарушить закон, видите, свобода выбора. Ему даются правила и ограничения. Яма, не яма. Это первая ступень йоги. С этого начинается уже ощущение равновесия. Если мы понимаем, что хорошо, что плохо, что я должен делать, чего я не должен делать, я могу почувствовать это равновесие. Я могу почувствовать некое счастье, гармонию. Я поступаю правильно, я чувствую счастье. Страдания отступают. Это человек. Болезни нас учат, разводы нас учат. Но если мы опускаемся ниже осознанности, нас ничего не учат. Просто страдания, мы не понимаем, что происходит. Мы впадаем в истерику, впадаем в гнев. Мы начинаем разрушать, критиковать, ссориться, воевать, убивать. Ахимса, уйди с этой стороны, не надо это делать. Умертворись. В Бхагавадхите говорится, при всех обстоятельствах стань йогом. Йога выше аскетизма. Йога выше философии. Йога выше религиозных практик. Что же такое йога? Религиозное праздник, аскезы, покаяние, изучение вед, благотворительная деятельность, описанное. Все это есть. Это все благотворно. Но это не йога. Это основано на мирском благочестии и вере. Просто вера. Религиозная вера. А что же такое йога? А йога значит протягший вагамам тармьям. Когда вы религиозные заповеди чувствуете своей кожей, дышите и живете эмоциональными. Вы ощущаете это. То есть вы не просто верите в душу, вы воспринимаете душу. Это называется йога. Поэтому будь йогом, не будь слепым последователем. И когда ум останавливается, моё я переходит на другую платформу. Я оказывается не ум. Ум остановился, а я продолжаю существовать. Так кто же я? Мыслители говорят, я мыслю, следовательно я существую. То есть я как раз мысль. Но йоги говорят нет. Нет, останови ум, ты увидишь, что твое я существует независимо от твоего ума. В другом измерении. В том измерении нет друзей и врагов. Нет. Нет жары и холода. Нет рождения и смерти. Для души не существует таких понятий. Нанджа и тем, риат, авокадо, чин. Гита говорит об этом. Это практика йоги. Вопрос, с какой платформы мы смотрим на себя и на других. С уровня нижних чакр тела, средних или высших. Мы можем по-разному понимать себя и окружающий мир, и других людей. И по-разному строить отношения. Есть разные представления о счастье и несчастье. И на вершине развития йоги там человек ожидает не просто счастье, блаженство. Глубиной неизмеримо, как океан. То есть, океаны блаженства, стихия блаженства существует. Так же, как есть стихия воды, земли, огня, воздуха, пространства. Есть стихия ума. У нас есть ум, но мы не знаем, может быть, что есть целая стихия вокруг нас ума. Их называют эгрегорами еще некоторые мистики. Современные слова. Это стихия во Вселенной. А дальше идет стихия разума. Мы пользуемся лишь частью этой стихии. Выделена нам по закону кармы, по заслугам. У кого-то достаточно разума, чтобы быть счастливым и меньше ошибок совершать. У кого-то недостаточно разума. Кто-то умен от рождения, кому-то очень сложно понимать какие-то вещи, изучать какие-то науки. Кто-то рождается с сильным, здоровым телом, кто-то больной рождается. Это что посеешь, что пожнешь. Законы кармы распределяют эти стихии по-разному. И когда мы сжигаем карму, мы можем пользоваться этими стихиями безгранично. В том числе и счастьем, богатством, красотой. Говорится, ты наследник Бога вообще-то. Почему ты тут крупицы счастья ищешь? Как ты попал в такое положение? То есть йоги знают об этом. Но, как мы сказали, на разных уровнях йоги есть ответвление. В данном случае это что у нас? Спорт, медицина, искусство, наука. И если они не связаны с высшей целью жизни, они не называются йогой. Это просто отрасли нашей материальной жизни, одной и той же сферы. Они не выводят нас никуда. А если выводят, то снова опускают вниз. Но йога означает, вы поднимаетесь и никогда вниз не опускаетесь. Как самолет поднимается, горючее сжигает, и он должен сесть обратно. Но йога означает, обратно вы не сядете никогда. Если на самом деле вы разовьете в себе вот эти высшие измерения сознания и чувств, и разума. Восстанетесь на той платформе, пойдете дальше. С того уровня никогда не возвращаются обратно в земной мир йог. Йог, когда достигает последней чакры, у него появится выбор. Любое место, любую среду выбирай, что хочешь. Можешь создать себе сам планету, если тебе нужно. Любые условия. Можешь выйти за пределы материальных измерений, за пределы ума, разума, за пределы этих оболочек тонких. Но это называется маха-йога уже. Это опять же мы теоретизируем. Я не думаю, что мы сегодня сможем это практиковать. Но к чему сводится в принципе вся эта йога? К очищению ума. Поэтому самое важное в йоге, к чему приходит его в конечном итоге, это мантра. Манас – это ум. Траяты – освобождение. То есть при помощи звука, трансцендентного, можно осуществить высочайшую ступень йоги. Если к этому отнестись серьезно, как говорится в Библии, не повторяй имя Бога в суе, не страшай за это наказание. Так написано. Одна из заповедей высоких. То есть это нужно делать серьезно. Нужно брать трансцендентный звук, нематериальный звук для йоги, и звук пракрита, и звук апракрита. Пракрита – это материальный звук, любой. А пракрита – трансцендентный звук. Мантра – это звук апракрита. Его нет в сфере материи вообще этого понятия. Так же, как любовь – это не продукт материи, как сегодня утверждают ученые. Это, ну, гормоны, знаете, там вот. И вот это любовь. Бхага в Дите описывается из поля деятельности – это тело. Оно состоит из-за четырех материальных элементов. Земля, вода, огонь, воздух, фир, ум, разум, ложное эго и различные комбинации. Пять чувств воспринимающих, пять чувств деятельности, одиннадцатое – ум, чувство, непроявленное состояние трех гун, пратхана. И всего, если сосчитать, еще объекты чувств, пять существуют, все это совместить вместе, получается вот 24 элемента меня окружают внутри и снаружи. Все. А затем описывается внутренняя энергия, 20 качеств, начиная со смирения, скромности, отказа от насилия, вплоть до любви божественной. 20 качеств описывается. И контакт с абсолютной истиной. И там говорится, что эти качества не являются продуктом комбинации материальных элементов, 24 которых. А если бы это было так, то могли бы просто создать химическое вещество из материальных элементов, добавить его, и были бы счастливы, любили бы, прощали бы. Просто при помощи элементов материальных. Скомбинировать можно любовь. Нет, так не получается. Пытаются при помощи наркотиков так сделать, но это разрушает. Приходит обратная реакция. Это неблаготворно. То есть химические вещества, какие-то алкоголи, интоксикации, на самом деле не просветляют наше сознание, а тормозят наше сознание в итоге. За это приходится платить, говорится, так как от дьявола говорят образно в религии. Продукты. Вы продаете душу из-за этого. Но само свойство любить и прощать находится в душе человека, не в теле. И любовь – это не продукт материи, а чисто духовное явление. Вот это изучается, потому что любовь мы чувствуем какую-то, как люди. У нас есть память в сердце, и мы склонны любить и искать настоящую любовь всю жизнь. И, честно говоря, еще никто не нашел в этом измерении ту любовь, о которой мечтает. Хотя все как будто бы уже есть. И семья, и дети, и, может быть, любимая работа, а этого все равно мало, а все равно не хватает. Сколько же нужно человеку любви? Описано, ему нужна всепоглощающая, безграничная любовь. Вот она, душа. Вот это измерение. Вот такая нужна мантра нам. Вот такой смысл мантры должен быть. Если взять имена Бога, 99 имен Аллаха, и внимательно их исследовать, можно сознание вывести на духовный уровень. Но почему-то они всегда производят. Потому что мы повторяем с материальными желаниями, мотивацией. А в Агавата Пуране говорится, что религия, преследующая материальные цели, ложная. Внешне она напоминает религию, а суть ее ложная. Если мы используем эти трансцендентные имена, смысл которых запределен для того, чтобы просто оздоровить себя, иметь богатство, какую-то удачу, и чтобы молимся, чтобы враги наши все сдохли, то мы не сможем услышать саму суть, чего мы повторяем. Средоточены на результате. Это то же самое, как человек работает, но средоточен на деньгах, а не на своем труде. И он не совершенствуется. Он растрачивает свой талант постепенно, он просто продает дьяволу, говорится, он истощается таким образом. Но говорится, что сосредоточься на долге, совершенствуй свою деятельность и знания, не думай о плодах деятельности. Они забирают у тебя вот эту цель, смысл крадут. Майя иллюзия, дьявол, сатана это. Он крадет твои ценности таким образом. Значит, ты думаешь о заработке, о карьере, о том, чтобы быть выше других. Но когда человек на своем долге, он совершенствуется. И результат приходит сам по себе, без его усилий особенных. Если мы квалифицированы из квалификации, естественно, к нам будут люди расположены. Если кто-то хороший певец, люди придут послушать. Ему не нужно разворачивать большую слишком рекламу. Если вы хороший доктор, к вам будет очередь стоять людей и сами придут. Вам не нужно искать тебе работу. Если у нас слабая квалификация, мы отыщем себе работу, не можем найти хорошую работу, не можем найти. Почему? Квалификация. Так, о чем уже нужно думать. В Бхагавате говорится, исполняй свой долг, семейный, профессиональный, все, что есть. Но думай о трансцендентном, о Боге думай. Для его удовлетворения действуй, для полного целого. Ом. Ради блага полного целого. Вот это называется йога. Связь с полным целым. Связь с полным целым означает, что мы пользуемся стихиями знания, безграничными стихиями счастья, стихиями энергии. И мы видим на примере пророков, как будто оно так и есть и было в жизни писания пророков. Иисус мог усмирять штормящее озеро и говорил своим последователям, иди по воде, Петр. Он стал тонуть маловерный, доколе вас будут терпеть маловерных, что же ты не можешь по воде идти. Например. И он говорил, если у вас есть вера, вы скажете, горе, иди сюда, она подойдет. Так что же такое, что это за мантра? Что это за стихия, которая делает меня таким могущественным? Некоторые неправильно понимают. Говорят, мантра, исполняющая желание. Ну-ка, дай-ка я повторю мантру, у меня денег мало. Ну что-то я повторил мантру, ну нет, откуда? Нет денег. Никто не принес. Нет, нет. Она пробудит в тебе разум необходимый. А достать, заработать деньги будет не проблема, если есть разум, достаточно энергии, энтузиазма и способности. Она раскроет тебе все необходимые способности, и тебе будет нетрудно это делать. Мантра пробуждает наши скрытые способности. Разума должно быть хотя бы минимум столько, чтобы человек мог зарабатывать нормальные деньги, говорится. Хотя бы. Если даже этого не хватает, то это нужна уже помощь ему. Он не самостоятельный в жизни, он не может себя достаточно поддерживать, чтобы быть здоровым, чтобы поддерживать семью. У него беспокойство, будет ли завтра работа, будут ли у меня деньги, как жить дальше, дети растут, нужны еще деньги, еще, и он не может спокойно думать о смысле своей жизни вообще, не способен на это. Таким людям нужна помощь. И помощь оказывается мантрами опять же. Дается мантра. Но мантры много. Их миллионы описываются в ветрах, в священных книгах. Они все рабочие, но не совсем. Дело в том, что мантры, о которых мы мечтаем, которые исполняют желания, находятся все на уровне благости. А современная жизнь находится ниже нашего образа жизни и сознания. У нас нет контакта с мантрами. Мы их читаем, повторяем, но большого эффекта не чувствуем. Нет, нет такого же результата. Когда-то лечили людей словом, просто водой. Мне нужно было антибиотиков или какие-то вещи. Это вопрос могущества. Но сегодня мы повторяем мантры, они как будто не работают. Гайтери мантру в интернете сейчас, наверное, все знают. Ну, что? Ну, почти ничего. Почему? А она высоко. Лисица, знаете, она вот виноград видит. Я злоб говорил. Думаю, так я подпрыгну и вот возьму его, но она не может допрыгнуть до него. Когда из сил выбивается уже, она говорит, а что толку от него? Он все равно кислый. Только с комину набьешь и уходит. Так и не попробовав. Так же люди пытаются мантры повторять, йогой заниматься, а потом, ну что, ну, большого результата нет. Что толку от этого? Жизнь берет свое. Но, значит, она на круги своя. И чтобы достичь этих мантр, необходимо подняться до гуны благости. То есть, нужны подготовительные процессы. но если вы принимаете маха-мантру, этого не требуется. Никаких правил не требуется. Маха-мантры их всего лишь несколько. Маха-мантра, она берет человека с любого уровня. У него диапазон любой. Любой, кто серьезно ее практикует, любой человек будет ощущать мистический подъем внутри себя. Это маха-мантра. Единственное условие нужно получить из верного источника. Ее нельзя придумать. Нельзя просто где-то услышать от человека, который не раскрыт. Ее нужно получить из верного источника. То есть, называется посвящение в звук. Тадвитти пранепатина парипрашнина сева и упадекшанти тегенам генина статва. Даршина, Гита говорит об этом. Если ты хочешь познать вот эту истину, обратись к тому, кто видит истину. Но как обратиться? Три условия. Пранепат парипрашна сева. В стихе указывается в шлоке в этой древней. Пранепат с почтением, без вызова. Парипрашна с вопросами искренними. Сева со служением, в духе служения. Три условия. Это принцип ученичества. Без ученичества невозможно получить высшее знание. Однажды один отшельник отшельник жил в лесу, практиковал аскезы, надеясь обрести ситхи. Он вдруг увидел, что его сосед отшельник неподалеку расположился в своей обители, он проявляет большее могущество. Он опережает его намного во всем, в знаниях, в ситхах, способностях, в йоге. И он позавидовал сильно. А зависть это проблема, конечно же. И он стал совершать аскезы, чтобы вызвать Индру, царя небес. При помощи суровых аскез читал мантры в его честь. И Индра явился перед ним Царь небес и спросил, чего ты желаешь, ради чего ты так себя истязаешь, что ты хочешь, что я могу для тебя сделать, чтобы ты успокоился. Сказал, я хочу получить все ведическое знание. Все. Просто получить и все. Без аскез, без всяких усилий. Чтобы знание все раскрылось в сердце. Оно же есть там в сердце. Пусть раскроется. Индра засмеялся и сказал, но тогда почему ты не принимаешь метод тадвити пранипатина пари прашнинзевая? Иди к гуру, он тебя научит. Зачем ты себя стыдаешь аскезами и зовешь меня? Столько тратишь сил и времени просто обратись к духовному учителю, он тебе даст знание, что он видит. Говорит, я не хочу обращаться к духовному учителю. Я не хочу быть смиренным или послушным. Я хочу, чтобы знание раскрылось в моем сердце просто так. Индра сказал, это невозможно. Это тебе не пересет пользы. Оно разведет в тебе ложную гордость и погубит тебе это знание. Это очень опасно так получить, таким методом получить знание. Бодливая коровь бог рога не дает. И Индра исчез. Но этот человек был настолько упорным и демоничным, что он продолжил скезы еще более суровые, под солнцепеком, с сильнейшей жарой. Он развел вокруг себя костры, стал медитировать. Индра решил дать ему урок. И вдруг появился какой-то старец неподалеку от его, от этой медитации на берегу реки. Какой-то старец, который на лодке взял песок, горсть песка, сел в лодку, отплыл на середину и бросил горсть песка с центра реки. И снова вернулся, взял следующую горсть песка и стал вот так вот бросать в воду, в реку, горсти песка. Этот отшельник, медитирующий, думал, что делает этот старик? Вроде отшельник, разумный, мудрец. Ты что делаешь? Не мешай. Я пытаюсь перегородить эту реку. Рассмеялся отшельник, но это же невозможно таким методом. И тут он принял облик и сказал, вот этим методом также невозможно получить знание, как перегородить реку песком, горстью песка. Это невозможно. Это уже не будет знанием. Смотрите, мы знаем все с вами сейчас. А что же нам не хватает? Можем с вами все прочитать. Зачем нам еще учитель сегодня? Многие люди говорят, а зачем мне наставник, зачем мне посредник? Я и Бог, и все. Я сам прочитаю, сам все сделаю. Возможно, мы получим информацию. Но с информацией придет и само мнение. Я знаю. А если я приду к Духу, он начнет с этими знаниями, что он скажет? То же самое. Но в Духе наставлений это огромная разница. Ты не просто знаешь, ты должен это делать. Мы все знаем, но не делаем ничего этого. Потому что нет учителя. Вот какая вещь. Ложное, иллюзорное знание в уме. Ум нужно остановить. Как? Иди к учителю. Все, что ты думал до этого, забудь. Спрашивай его. И все, что ты знаешь, он тебе должен сказать. И ты это сделаешь. Таким путем ты это сделаешь. этот Индра исчез, дав ему понять, что метод выбрал неправильно. Ну, а этот человек все равно наставил на своем. Я все равно не отступлю, он сказал. Он решил себе отрезать куски плоти и бросать в огонь. Такое свершись для Индры. Пусть ему плохо станет. Тогда Индра сказал, хорошо, за счет своего благочестия я открою тебе все видишьское знание в твоем сердце. Без послушания. Бери. Но, как я сказал, это знание будет причиной твоей гибели и проклятия. Так и случилось. Этот человек сразу возгордился, сразу же, который обрел такое могущество, такие знания, и сразу стал этим злоупотреблять. Вы только посмотрите, современная наука столько знает и столько побочных результатов, которые нам мешают жить одновременно с этим. Почему? Это знание пронизано гордостью и конкуренцией. Это знание идет в сторону развития разрушающих стихий, как ядерное оружие, другие вот эти напряжения возникают. Это тоже знание, но не духовное знание. Это знание комбинации материальных элементов, которым я бы хотел сам управлять этим миром, подчинить этот мир, а это невозможно подчинить этот мир. Мир оснащен тремя энергиями, созиданием, поддержанием и разрушением, и никто это не сможет преодолеть. Никто не может заставить солнце не светить. ученые пытались разговорить причину старения и остановить старость, думая, что механизм находится в теле человека, в химических процессах. Но в Ведах написано, причина старения солнце, оно забирает жизнь силу обратно, оно дает и обратно, потом забирает, дает выделенную прану человеку на одну жизнь, вот эту предназначен и не больше. Называется судьба. Солнце, Луна, другие созвездия, все точно находятся под полным контролем. Человек не способен контролировать такие стихи. Это лишь самомнение. Гагарин вылетел на орбиту, покорили космос. Где покорили космос, скажите, как это все возможно? Ну, микроб тоже здесь подпрыгивает на микрофоне сейчас и говорит, я покорил это пространство в этом зале все целиком. Я купался в Тихом океане, знаете об этом? В каком Тихом океане? Ты где-то там на берегу окунулся в каком-то пространстве воды, и думаешь, что ты купался в Тихом океане. Кто-нибудь вообще имеет сейчас такие чувства, чтобы сказать, я знаю Тихий океан, знаю космическое пространство. Мы даже не знаем, что сейчас происходит в нашем теле, дорогие мои. Мы к врачу обращаемся, что-то у меня болит. Почему? Понятия не имею. Что случилось? Все было нормально до этого. Мы дышим там, столько сейчас процессов химических в дыхании, в пищеварении, в крови, каждую секунду триллионы клеток, понимаете, там меняют, обмен, ищет, все. А мы не знаем об этом, мы сидим и сейчас слушаем лекцию просто. Сердце бьется в это время, все работает, все. И вся вселенная так же, вся работает, мы понятия об этом не имеем, мы пользователи, мы просто пользователи, и нас нужно научить пользоваться этим телом, этим умом, этими чувствами. Это называется йога. Почувствуйте счастье, почувствуйте любовь, это вершина йоги. Ощутите в себе глубокий покой, прощение и мудрость. Утись любить все и вся. Имейте сострадание ко всем живым существам, никому не причиняйте зла. А как это? Как я узнаю, что хорошо, что плохо для других людей? А все, что для тебя плохо, плохо для них. Все, что для тебя хорошо, хорошо для них. И не смотри на чужую собственность, смотри на нее как на мусор, равнодушно. А к женщинам обращайся как к собственной матери, не эксплуатируй их, не обманывай. Три правила существуют. Это тоже йога. Это высочайшая нравственность, это высочайшая мораль, это высочайшая философия. Все на вершине. Йога это вершина нашего существования. Поэтому, говорится, всегда оставайся йогом. То, что мы говорим о запобедях религиозных, еще не является духовной практикой. Это практика в гуне благости. Чистая благостная практика. Но духовная практика это то, что непосредственно связано с Богом. Божественная энергия, непосредственно, не опосредованно, не косвенно, а непосредственно. Вот это называется духовная практика. То, что мы сегодня называем религия, вносит в себе понятие «Бог». В других философиях можно не использовать это понятие. Они являются духовными. Это обычно мирская мудрость, которую можно понимать по-разному, кому как угодно относительно. Она не устанавливает мир в обществе никогда. У нас много философий, много теорий, много мнений, и мира нет по этой причине. А что же умиротворяет людей с разными мнениями, с разными природами? Одна абсолютная истина, подходящая каждому живому существу. Чистая любовь, да, все хотят. Никто не хочет над собой насилия. Еще одна абсолютная вещь. Все хотят дышать чистым воздухом, принимать чистую пищу, иметь чистые браки и священное рождение. Есть общая культура, оказывается, на абсолютном уровне. Вот что мы должны познать. Что мы живем в одном измерении, хотя мы все разные. Культура должна быть одна. Религии разные, расповедания. Национальности разные, возрасты разные. А культура одна дается человеку. Во всех священных писаниях. Возлюби Бога. Заботься о ближнем. У всех одна и та же культура. Это абсолютная истина. Неизменная вещь. Любви всевозрасты покорны, говорится. Есть мантры специально предназначены для пробуждения божественной любви. Это имя Бога. Не каждое имя пробуждает любовь к Богу. Некоторые имена пробуждают благоговение, трепет, почтение, смирение. Например, если мы скажем, судья, Бог судья, мы станем смиренными. Он меня осудит. Если я нарушу что-то, он меня осудит. Я должен быть смиренным. Не нарушать закона. Я должен бояться Бога. Если его назовут справедливый, я буду ему доверять. Хорошо. Хорошо, что есть эта высшая справедливость. Я буду радоваться этому. Если он скажет, всеведущий, безграничный, всемогущий, я буду благоговеть. Если я поверю в это, если я поверю, с верой приму это понятие, у меня появится движение пран. Экстаз называется. Движение пран. Жизненный сил начнет функционировать, пульсировать, оживать внутри. Это тонкие ткани мозга включаются. Поэтому говорится, что тот, кто ест мясо без причины, тонкие ткани мозга атрофируются, и он не слышит этих понятий, его не охватывает треть благоговения, когда он слышит такие имена. Но в прошлом, почитайте священные книги, царь Давид, при звуке имен Бога, он впадал в транс и танцевал. При всем честном народе, царь Давид. Все подданные видели, что царь в экстазе пребывает. Прямо на улице. Иногда с себя срывал одежду, не понимал, что делает вообще. В экстазе, в трансе пророк Мухаммед говорил все, что написано в Коране. Всю эту мудрость записали его последователи. Это было определенное состояние транса. Абсолютная вера, смотрите. Если мы скажем, все могущие, вы должны сейчас потерять сознание от этого слова. Все ведущие, все прощающие, милосердные. Это имена Аллаха. Но это еще не пробуждает любовь, а почтение и благоговение. Есть соты, имя говорится, познав которое, человек будет творить чудеса. Оно не упоминается, может быть, в Коране, может быть, мы не знаем, о чем он говорил, о каком имени, но есть и другие имена. Если вы раскроете веды, вы увидите там тьма понятий, безграничная тьма трансцендентных качеств. Причем, говорится, мы тоже частички Бога, души, мы обладаем пятью-десятью качествами его. Он 64. У нас 50 качеств от него. В небольшом количестве. Мы как капля от океана. Качественно такие же, количественно разные. Он безграничный, а мы маленькие. Мы помещаемся в этом теле, а он умещается в этой вселенной. Большая разница количественная. В океане плавают корабли, в капле не могут плавать корабли. И когда мы говорим сверхдуша, творец, судья, эти имена относятся к материальному творению. Бог так выглядит в материальном мире. Великий, нет равных ему. Это в материальном мире. А в духовном мире вот это скрытое имя. Там нет судьи и нет творца. Там мир вечный. Там некого судить. Там чистый мир. Там нет кармы. Там духовные существа. Это его личная обитель описывается в ведах. Это личная обитель. И там он не творец и не судья. Там он только возлюбленный. Настолько близок, что никто не думает Бог он или не Бог. Это вступает на другой план его положения. Мы тоже, если кого-то любим, мы не впечатляемся его положением. Впечатляемся его качествами, его чувствами. У матери сын, может быть, уже большой человек. Она смотрит на него, как на ребенка. Все равно это любовь. Она забывает, что он большой начальник где-то. Говорит, ты там носки теплые одел? Ему уже там 50 лет, матери 70 лет. Она все будет беспокоиться о нем. Ей все равно, какое он положение, любовь выше. Превыше всего. И говорится, Бог это любовь, говорят. Да, но это превыше всего, когда вы достигаете. Если мы не достигли этого сознания, мы не сможем это правильно понять, потому что я тут в Алма-Ате видел одну надпись на стене. Бог это любовь было написано. Я проходил и видел эту надпись. А через несколько дней появилась другая надпись ниже этой надписи. А почему тогда он забрал Мишу? Умер ребенок у кого-то. И нам непонятно уже, где любовь. Где же этот Бог? И мы не понимаем, что происходит. Столкнутся два измерения, человеческое и божественное. И тут как будто противоречие, конфликт. Но у Бхага Водите, Верховный говорит, «Знай, Арджуна, что все живые существа это мои частички и принадлежат мне, не тебе. У тебя временные дети, а у меня вечные дети, он говорит. У тебя временные здесь возлюбленные, а вы мои вечные возлюбленные. Я знаю все, что было в прошлых рождениях у вас, а вы ничего не помните. Я знаю, какова ваша конечная цель и к чему вас вести, то, что вы забыли, а вы ничего не помните. Вы знаете только вот эту жизнь, маленькую, одну из тысяч, тысячи, тысячи прожитых жизней, где было много детей и мужей и жен и деятельностей. Много раз меняли национальность и форму жизни, и человеческую, и божественную, и животными были, и вас спускались, и в раю побывали. В пределах вечности мы были уже везде, поскольку мы уже приняли человеческую форму жизни и слушаем об этом. Это эволюция. Тот человек, который не достиг этой уровня эволюции, он не придет слушать эти знания. Это не в его интересах. Он развивается еще своим путем. Но Атхата Брама Джигесу, веды говорят, теперь, когда ты человек, ты должен слушать об абсолютной истине. Это единственная твоя обязанность, главная обязанность. Но если ты не достиг этого уровня об абсолютной истине, исполнить обязанности матери, отца, честный труд, нравственность, мораль, никому не причиняя зла, отдавай долги, лечи свои болезни, помогай ближнему, тогда вот этим путем и ты разовьешь в себе этот тонкий разум и спросишь, а в чем смысл всего этого? Зачем все это? Кто я? И вот тогда Атхата Брама Джигесу, раскрывай книгу, читай, слушай, это для тебя написано. Писание. В мире всего есть несколько книг, остальное книгами не называется. Книгами раньше называли только Священное Писание, это Библия, это Библиотека, это книга, и Коран, это тоже в переводе книга, больше книг нет, может быть Тора. Люди взяли эти слова сегодня и пишут все, что угодно, называют книга. Это не книга. Книга это хранилище божественного знания, вот что такое книга. Если я выражаю свое мнение и записываю, это не книга. Это может быть какое-то обсуждение, что-то еще, но это не книга. И в те прошлые далекие времена людям неразвишим угодно благости знания ведически высокие не давали, потому что знания извращались. Я вам передаю сейчас один пример современный. Что написано в Бхагавадгите? Ты не это тело, ты душа. С этого начинается Бхагавадгита, где заканчивается свою философию Сократа, высочайшую философию мудрости Земли. Они заканчиваются на этом. Гита с этого только начинается. Ты не это тело и дальше раскрываются все 18 глав одна за другой. С этого уровня. С осознания, что я отличен от материи. Сознание отлично от материи. Теперь смотрите, если мы это получаем не от духовного учителя, что происходит? Сейчас вы просто ужаснете, что происходит. Сейчас упадете со стульев. Я не это тело. Значит, я могу выбрать любой пол. Значит, я то, что сам о себе подумаю. Я могу быть мальчиком или девочкой. Ребенок из школы спрашивает, ты мальчиком будешь или девочкой? Выбирай. Откуда эта идея пришла? Извет. Но как она извращена, посмотрите. Она получена из неверного источника. На материальной платформе неприменимо знания, такие как коммунизм или социализм и филантропия. Они неприменимы на материальном уровне, потому что равенство невозможно на материальной платформе. Мы все разные живые существа. Равенство возможно только на уровне души и сознания. На уровне души разницы нет между человеком и животным даже, и деревом. Та же душа просто на другой степени эволюции находится. Но та же самая душа, такое живое существо, покрытое другим телом просто. В другой машине находится. Это в знании мы видим. Если мы получаем духовный мы увидим это равенство живых существ, мы никому не сможем причинить зла, даже муравью. Он тоже эволюционирует, он тоже живет, не беспокойте его. В Индии, если вы срываете ночью цветок с деревом, скажут, не беспокойте дерево, оно уже спит, днем сорвете. Люди осознают жизнь, ценность жизни, где-то больше. Но в страсти, в страсти, где именно деньги, слава, сексуальное наслаждение, комфорт, там жизнь измеряется по форме внешней. Кто красивее, кто не красивее, кто умнее, кто не умнее, кто человек, кто собака, большое различие. Нет на самом деле различия внутреннего. Поэтому коммунизм на материальной платформе невозможно было осуществить. Идея коммунизма взята из вед, но полученная не от духовного учителя, она провалилась. Настоящее равенство это не равенство тел, это отсутствие зависти. Вот оно равенство. Это единство в любви и заботе. Вот это коммунизм духовный. То есть без духовной составляющей невозможно воплотить вот эти высшие принципы йоги. Нужно признать существование души, отделить свое сознание от тела. Это йога. Для этого нужно слушать имена Бога. Звук опракрытый духовный трансцендитный звук. Знаете, какие его свойства этого звука? Он отличается от материального звука. Материальный звук, я скажу, микрофон. Но звук, название микрофона, сам микрофон отличаются друг от друга. Я могу сказать микрофона, микрофона может и не быть. Я могу держать в руки микрофон, забыть его название. Это разные вещи. Мир двойственности. Одно отличается от другого. Хотя это одно и то же по сути дела понятие, а сам объект отличается от понятия. Видите? Я говорю, вода, вода не появляется, когда я называю звук в материальном мире. Но если о духовном звуке разницы нет, вы увидите, на уровне духовного сознания между понятием озвученным и самим объектом не существует отличия. не существует отличия. Иногда мы можем почувствовать это. Вы держите фотографию любимого человека, но вы же там не видите бумагу, деревянную рамку и стекло. Вы видите там личность каким-то образом. Потому что есть любовь. И тогда вы видите. Вот у вас есть ребенок маленький, подали у бабушки в деревню погостить. Проходят дни, недели, вы скучаете. Вы скучаете, вы думаете, когда же я его увижу, когда же увижу, как он там, как там все хорошо, все хорошо. Открываете шкафчик и видите его башмачок. Не могу больше. Даже башмак. Да нет, это часть вашего ребенка. видите единство. Почему видите? Потому что любите. если вы обрели любовь к Богу, вы везде его увидите. Все с ним связано. Это открывается при помощи маха-мантры. Она специально предназначена пробуждение божественных энергий любви. Это сегодня век единственный путь освобождения для всех людей. Это подтверждается в Пуранах. Харер нама харер нама харер нама ивакевалам калау насте вынасте 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 вагатер анья адха смотрите нигде вы не найдете редко чтобы священные писания трижды что-то повторяли подряд. Одно слово с утра все. Тут трижды нет нового пути векали нет нового пути нет нового пути кроме как воспевание 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 имен Бога. То есть аштанга йога трудна жертвоприношения практически невозможны великие храмовое поклонение оствернено религии ссорятся между собой храмы конкурируют что сейчас творится вообще трудно видеть Бога даже в религии здесь противопоставление а Бог то один он все равно один хотя много религий что же делать куда пойти как это все увидеть халернама халернама нама нама имя имя Бога не свернено никогда мудрец говорит две реальности остаются векали это имя Бога и сама душа вот она две реальности пользуйтесь этим пойте искренне серьезно имена Бога но как говорится в Библии в суе не делайте не боясь наказания это коротко сказано в ведах есть целый подробный трактат научный как медитировать на эти звуки есть стадия оскорблений есть стадия очищения есть чистая стадия чистая стадия в один раз произносите имя Бога и видите его перед собой это чистая стадия у вас нет помех ни в уме ни в чувствах ни в предубеждениях все чисто нет ни одной негативной мысли в вашем сознании и вы видите его просто один раз произнеся имя Бога На оскорбительном уровне этого не происходит. Мы можем привлечься к этой практике, но также при этом можем иметь еще плохие качества. Можем все еще ссориться. Религиозные ссоры могут быть. Просто человеческие. Еще мы агрессивны, еще мы критикуем друг друга, ищем недостатки, еще мы завидуем, но мы уже практикуем. Это немножко трудный путь здесь, здесь трудный, здесь мы сталкиваемся, и что нам нужно это устранить, вот эту свою критику, вот эти вот в сердце зависть или жадность или какие-то вот еще другие пороки. И мы повторяем имя как средство очищения сердца, как лекарство. На этом уровне мы попытаемся исцелить свою душу. Это происходит, если серьезно практиковать. А на среднем уровне, представьте, среднем уровне называется «На-Ма-Аббаз», то есть «Почти что Бог». Или тень реальности уже видите, уже видите как бы ее присутствие. Уже аромат слышите, объекта не видя, как цветок розы можете не видеть, но слышите его присутствие по запаху. Вы начинаете ощущать Бога, его присутствие. Или как солнце поднимается, оно еще не взошло, но уже рассвет, вы видите, что свет существует. На этом уровне вы освобождаясь от влияния кармы полностью, явления гонматериальной природы. На вас даже не действуют астрологические факторы, ни ведьмы, ни привидения, ни духи. На втором уровне уже происходит в вашей жизни серьезные перемены чудеса. Потому что в имени Бога присутствуют все энергии. Ниджа, сорва, шактист, говорят те, кто достиг совершенства. Все, все энергии, которые мы знаем и не знаем. Все возможно. При этом именно имя Бога дисциплинирует нашу душу и разум, чтобы не злоупотребить этим могуществом, а оставаться смиренным слугой. И распространять доброту и любовь. Иметь глубокое сострадание. То есть без имени Бога это невозможно. Человек обязательно возгородится могучим, любым, которым он имеет. Один скорпион хотел переплыть реку, спасался от пожара. Но он понимал, что он реку-то не переплывет, он утонет не по силам. И тут верблюд глупый тоже бежит, как огня, к реке спасаться. И скорпион взмолился, помоги, спаси меня, возьми меня на гору по себе. Реку переплыть. Да я бы рад сказал верблюд, но ты же, это, скорпион, ты меня ужалишь. И мы утонем. Ну зачем же я буду тебя жалить, мы же тогда вместе утонем, сам подумай. Ну, нелогично. Возьми меня. Ну тогда садись. Взял на гору скорпиона и поплыл. И на середине реки скорпион не удержался. И как огнем железный пруд воткнуть этот удар скорпиона. Очень болезненный. И этот верблюд в шоке закричал, негодяй, что же ты сделал, мы же сейчас вместе утонем. Ты же обещал. Ну, такова моя природа. Я же скорпион. Я не мог удержаться. Это сила природы. Дэви еш гуна маима мая дурадет. И все. Гид описывает, что материальная природа очень сильна. Если даже человек попытается пойти против, он не сможет. Женщина не может противостоять своей природе. Она влечет с мужчиней. Мужчина не может тоже. В народе говорят, что мужчине как к смерти не избежать женщины в этой жизни. Неизбежно он будет привлекаться. Это природа действует. Поэтому есть правила предписания не запреты, а правила предписания, как это сделать правильно, чтобы зла не причинить никому, ни себя, ни другим. Все опасно в нашей жизни. Опасна материальная природа. А когда особенно у нас есть могущество, деньги, богатство или разум какой-то, мы видим, что люди портятся у власти и денег. Они становятся бесчувственными, несострадательными, начинают брать взятки, начинают делать какие-то странные вещи. Мы все такие сегодня. Мы их вот критикуем, но мы все такие точно же. Мы получив положение, тоже не справимся с этим, если в нас не будет духовной силы имени Бога. Вместе с Богом нужно жить. Он контролирующий силу в нашем разуме. Он милосердный, он прощающий, он всеведущий, он справедливый, это о нем так говорится, и он любовь. Вот эти имена, видите, они контролируют мой ум. Это вершина йоги. Контролировать ум, это вершина йоги. Пробуждается все необходимые способности или просто успокоить ум. Это уже все есть в сердце каждого человека. Ничего не нужно приобретать. Нужно просто проснуться. От своего ложного эго, от эгоизма, от своих личных притязаний на жизнь, от желания кого-то унизить или кого-то присвоить себе или что-то, украсть и так далее. От этих ложных вещей нужно уйти и понять, что все принадлежит Богу в этом мире. Ишева всегда. Он собственник, он хозяин, он Ишвара, он Иса, он владелец. И все мы ему принадлежим и перед ним отвечаем. Это йога, это высшая йога. И все раскрывается через позитивные имена. Он не враг живых существ, а друг, сухридам, сарвабутанам, ятамам шантим, ричхати, тот, кто понимает, что я, говорит, друг всех живых существ, достигает мира в душе. Формула мира, смотрите, она связана с Богом, оказывается, не с человеком. Человек не может жить в мире. Война и мир. Как решить проблему? Добавьте абсолютную истину. Добавьте йогу, связь с ним, почувствуйте его, осознайте его. Йога высшей религии, это не слепая вера, это протягша, это непосредственное восприятие. Итак, эта мантра, она, мы будем сегодня, меня попросили петь маха-мантру, да, так я понимаю, сегодня. Маха-мантру мы поем сегодня. Тогда нужны инструменты? Да, да, спасибо большое, Александр Геннадьевич, за прекрасную лекцию. Давайте поаплодируем нашему дорогому лектору. Александр Геннадьевич, с вашего позволения, мы бы хотели еще, у слушателей есть вопросы, которые мы бы хотели задать вам. Позвольте. А, да, сейчас, одну секундочку. Так, пожалуйста, если есть вопросы, это что у нас? Вопросы здесь? Да, в письменном виде. Вот они где. Зрители задавали. Я смотрю в зал, а вопросы все в коробке оказались. А подскажите, с чего мы... Больше, чем 3-4 дня не получается. О, как весело. Смотрите, женщины сразу. Вы в нашей власти. Ха-ха-ха-ха-ха. Куда вы денетесь? 3-4 дня без нас и все. Вы никуда не денетесь. Мы контролируем ситуацию, не так ли? Это написано в этом. Женщина управляет этим верным. И мужчина попадает в рабство. Вот с этого начинается проблема в обществе. Но есть 3 вида женщин. Нужно знать и с разной женщиной. Высший тип женщины, это целомудренная женщина. Для нее муж, это жизнь и душа. Она никогда не думает ни о другом мужчине. Она полностью посвящает всю жизнь этим целям мужчины. И они достигают любых целей при таком союзе. Именно эта женщина является причиной источником могущества для мужчины. Она ему предана, его делу, его смыслу. Поэтому мужчины, у которых есть высший смысл жизни, должны найти целомудренную жену. Успех будет гарантирован в этом сочетании. То есть женщина, это понятие очень емкое. Она хозяйка материального мира, который вмещает в себе все и плохое, и хорошее. В женщине есть все самое лучшее, чистое и все самое ужасное одновременно. И вот высший тип женщины, он дает могущество исполнять возвышенные цели. Это осмысленные браки. Второй тип женщины, она не так вредна мужу, не так осмысленно принимает брак. Но она следует правилам внешне, из страха перед обществом и законом. Перед осуждением и наказанием. Но при этом союзе мужчина не достигает слишком высоких целей. Там нет полного доверия между ними. Нет энергии достаточно. И третий тип женщины, меняет мужей как перчатки. Она не предна никаким мужьям. Она не приносит никому удачи, она только зарушает жизни окружающих людей. Третьи типы женщины существуют. Но управляет этим миром женщины. И есть различные примеры из древних книг, примеры поведения женщин. Есть всего несколько в истории самых чистых женщин. Одна из них это Драупаги из Махапкара. Вы можете посмотреть этот образ, почитать о ней. Ради нее, собственно, случилась мировая война, чтобы защитить ее честь. Она была императрицей. Была самой чистой женщиной. Когда ее оскорбили, кровью смывали это оскорбление и все остальные. Такая была сильная женщина. Была Амба. Три сестры. Амба, Амбалика и Амбала. Пхишма, да, украл этих трех принцесс для своего брата, в жены когда-то. Пхишма, это очень старый персонаж Махапкара. Он сам был, дал обед безбрачия, был воином, чтобы наследство передать брату без притязаний. И служил ему. И когда нужно было жениться, он для него украл три невестки. Сам этот брат был слабый. Пхишма сделал для него. Но Амба сказала, Пхишма, у меня уже был суженый. Отдай ему две жены, ему достаточно будет. А меня верни к моему суженому. Я уже влюблена. И фактически почти помолвка уже была с царевичем сегодня. Шалов. Пхишма сказал, да, тогда иди. Пхишма знал этот царь Шалов. Пхишма знал весь мир. Его очень боялись. Был самый обычный воин. Он подумал, она была уже с Пхишмой. Теперь она пришла ко мне. Я не знаю, что-то между ними было. Остался ли она целомудренной или что-то еще. И вдруг Пхишма мне отомстит. Он убьет после этого меня. Он ее прогнал. Он не женился на ней. И она понимала, что теперь замуж никто не возьмет. Никто. От нее отказался жених. Она была с другим мужчиной, украли на своей варе. И она единственная женщина в мире, которая остается без мужа. А древними ведами предписано было, что каждая женщина должна быть замужем обязана. Особенно царского происхождения. Потому что это, ну как бы, провал жизни для женщины. Она все получает через мужа. Она могучна, но решение принимать без мужа не в состоянии твердых. Поэтому ей нужен мужчина, чтобы исполнить все желания. Она его вдохновляет на подвиги, женщина. И она осталась без мужа. И она тогда вернулась в Пхишму и сказала, тогда ты женишь на мне. От меня жених отказался. Ты меня украл. Твой брат тоже не принял уже. Теперь, значит, ты остаешься. А Пхишма сказал, а я дал обед безбрачья. И дальше история страшная начинается. А Амбон начинает мстить. Он говорит, так? Ты не соглашаешься? Ты меня опозорил? Ты меня оскорбил? Ты меня лишил вообще моего будущего? Счастья? Ты мою всю жизнь разрушил? Я пойду к твоему духовному учителю, который тебя воспитывал, обучал. И он тебе прикажет жениться на мне. Он точно это сделает. Она пришла к Парашу Рамику и говорит, любишь, мне рассказала всю историю. Как с ней поступили? Твой ученик. Великий воин. Кодекс воина. И он такой грех совершил со мной. Рам был в гневе. Вызвал Пхишму, иди сюда. Ты должен жениться на ней. Почему ты, женщина, это сделал несчастной? По твоей причине. А Пхишма сказал, ну я дал обед, я не нарушаю обеты. Гуру Макараш, вы сами говорили, что обеты не нарушаются. Я дал обед безбрачья. Я не буду жениться. Нет, ты должен жениться. Нет, не буду жениться. Нет, ты должен жениться. Ах так, война, будем драться. И Пхишма победил в этом поединке. Гуру так обрадовался. Ну вот, ты превзошел в меня, ты многому научился. Они обнялись, посмеялись. Он его благословил. И Амба осталась незамужняя. Слушайте дальше. Природа женщины непростая. Она не простит никогда. Она никогда не забудет. Мужчины, не ошибайтесь, у женщины слабые. Нет, нет, нет. Срок жизни сокращается у мужчины только потому, что она оскорбляет женщин. И она сложила костер и сказал, я это делаю для удовлетворения. Шивы. Сжигаю свое тело. Пусть он явится ко мне и выполнит мое желание. Шивы явился. Сказал, что ты хочешь? Зачем ты сжигаешь свое тело? Ради чего? Какая у тебя цель? Что ты хочешь достичь? Я хочу отомстить Пхишме. Я хочу убить Пхишму. Она сказала, ну в этой жизни это невозможно. В следующей жизни ты убьешь его. Она тут же вошла в костер и сказала, я это делаю ради убиения Пхишмой. И сожгла свое тело. Переродилась в цель вечера в другой семье. И мать увидела сон в том царстве. Шива явился к тебе и сказала, у тебя родится девочка, которая потом станет мужчиной. Так что назви сразу это мужчиной его. На самом деле потом он мужчиной станет. Передупредил его. Родилась девочка. Мать скрыла это все. Девала как мальчика. Воспитывала как мальчика. Отец думал, что у него сын. Она ждала, Шива же не обманывает. Но он не превращался в мальчика. Все долго, долго, долго. И вот уже период как бы женить бы этого юноши настал. Он был в копе мальчик. По всем повадкам и воспитанию. И соседний царь решил выдать свою дочь замуж за этого, так сказать, отдельного мальчика. Отец согласился, а мать испугалась. Думала, когда же это исполнится? Почему нет превращения? Боже мой, мы уже вот на грани ссоры с соседним царством. Если сейчас этот брак не состоится, будет война. И так и случилось. Перевращение не произошло. И она призналась мужу, царю. И сказала, что я скрывала, увидела сон. И поэтому у нас дочь. Он написал письмо, посыльно послал. Извините, это недоразумение. На самом деле у нас не сына, а дочь. Царь говорит, что за шутки? На царском уровне это не шутки, это оскорбление. Война, война, война. Все, война, и тут все несчастливы. И тогда эта амба увидела. Мать плачет, отец плачет. Все подданные на это плачут. Там война. Из-за кого? Из-за нее. Но она говорит, я ухожу из дома в лес. Я отрекаюсь от жизни. Иначе все будет разрушено. Я принимаю отречение. Сообщите, что это был мальчик. Просто он принял отречение. Потом брак не состоится. Они простят отречение. Это они простят. Каждый мужчина имеет право уйти в отречение в нужное время, когда он готов. И имеет право оставить все, если он серьезен. Ну, как бы монастырь, скажем, да, таким языком. И имеет право любой человек, если он готов. И она ради этого ушла в лес отшельника навсегда. Сидела там и плакала. Она помнила прошлую жизнь. Все эти вот неудачи, оскорбления. Плюс еще эта ситуация. Все наложилось. Она сидит, плачет, спезы льются. И там жил один якша, лесной мистик, колдун. Но он почувствовал к ней сострадание. Какая-то женщина красивая, молодая, высокого рода и манер. Так горько плачет. Что с тобой случилось? Она ему рассказала всю историю. Ну, говорит, давай, я тебе помогу. Поменяемся полами. Я стану женщиной, ты мужчиной. Но на время. Не навсегда. Когда уладишь там себе свои дела, потом вернешь мне пол. И якша стал женщиной. Ашиканец стала Шикандином. Мужского рода воином уже. И она имела цель убить Пишму. Вернулась в царство. Царь Якши пролетал над владениями лесными. И вот видел там этот домик Якши знакомого. Странный. Какие-то там шторки появились на окошечках. Рюшечки. Всякие украшения. А ну-ка позвейте его сюда. Что там такое? Он не выходит. Почему? Стесняется. Как стесняется? Что это означает вообще? Немедленно вы сюда. Вывокли. Он стал женщиной. Он опозорил весь род Якши. Он стал женщиной. Он использовал ситку неправильно. Вот проклинаете, и останется женщиной пожизненно вообще. Навсегда. Якша. Улис упал в ноги царю своему и сказал. Ну помилуй. Это было и сострадание. Это не было какая-то корыстная цель. Я просто помог человеку на какое-то время. Прости же меня. Говорит. Хорошо. Пока он жив, ты будешь женщиной. Но он погибнет позже. Пол любит у Курукшетра. Пол вернется к тебе после этого. И вот там на Курукшетре эта женщина уже в форме мужчины стала причиной смерти Пхишмы. Она шла до конца. Вот это чудо женщины. То есть разные истории есть. А есть Сарасвати, богиня. Есть Лакшми, богиня. Это женское начало. Есть Радхарани, богиня, высшая. Много экспансий их существует. Это Шакки Татова называется. Поэтому, что касается мужчины и женщины в этом мире, женщина, если она разумна, достаточно и целомудрена, она должна беречь целомудрие мужа. Потому что женщина, она имеет безграничную власть над вожделением мужчины. Ей для этого ничего делать не нужно. Просто вот так вот юбку приподнять и все. Никакой философии, видите. Никакой философии. Все в невежестве происходит. И мужчина начинает, его разум подчиняется, и все. Любой красивой женщине мужчина доверяет. Это ошибка. И это говорится, она красива, как ножны меча, а внутри очень острые лезвия. А, будьте осторожны с женщиной. Никогда не попадайте под питу женщины, говорится. Оставайтесь мужчинами. Имейте высшую цель, чем просто удовлетворение чувств женщины, танцующей с собачкой. Это унижение для мужчины. Жена должна понимать свою настоящую роль, как беречь честь и силу вот этого мужского разума. Потому что все общество, цивилизация, зависит от его чистого разума. А откуда он чистый от общения с женщинами? Правильно. С матерью и с женой. Просто с женщинами общаться недозволено, безгранично. И нельзя на жену смотреть постоянно, как на женщину. Тоже греховно. Там есть еще другие роли. Это все искусство описывается вверх. Но если вы хотите начать воздержание мужчины, практиковать вот эту йогу, вы пойдете далеко, несомненно. Но для этого нужна духовная практика. А не просто общение с женщинами. Нужна духовная практика. И если вы на самом деле поставите высокую цель и будете заниматься духовной практикой искренне, то близко для вас женщина, она почувствует ваши ценности и поможет вам сама. Без давления. Это природа женщины. Она станет такой, какой хочет ее любимый человек. Любую роль примет. В этом смысле она очень сильна. Но если нет любви, она ничего делать не будет. Невозможно. Не заставит ее никто. Поэтому если есть любовь, можете быть очень чистыми, целомудренными и жить в регулируемо. И вы пойдете очень далеко. Сегодня редко кто может соблюдать полное безбрачие целебат в семье. Но если кто-то из вас на это способен, вы пойдете очень далеко. Если кто-то на это способен. Хотя вы попытаетесь. Регулировать себя. Но для этого нужно поднять жизнь в силу выше. От семени мужского выше нужно поднять. На этом уровне вы не сможете контролировать свои чувства. Это невозможно. Любая женщина на вас повлияет. Любая. Если поднимете выше, вы увидите, кроме женщины, еще увидите там разум, интеллект, внутренний мир увидите. И можете увидеть душу. То есть это не мужчина, не женщина. Еще там есть душа. Когда вы это видите, отношения, конечно же, возвышаются. Я ничего не добавляю в себя. Даже Иисус говорил то же самое. Что тот, кто смотрит на жену свою с вожделением, уже прелюбодействует. На жену с вожделением. Уже прелюбодействует. Вот какой дал принцип. А чем же его заменить? А возлюби Бога всем сердцем и душой. Вот и все. Все остальное просто. Обрати любовь божественную. И делись с женой божественной любовью. Для этого не обязательно секс. Он, собственно, и не нужен в таком количестве вообще. Он вообще даже не нужен. С точки зрения как бы возвышенной любви. И свиньи точно так же наслаждаются сексом. И собаки. Есть что-то получше для человека. Для развлечения детей это, естественно, необходимо. А для развлечения нет необходимости. Запрещено развлекаться сексом, едой, сном и обороной. Это не развлечение. Это падший человек развлекается таким образом, живет. Для человека есть ценности более высокие. Он должен достичь трансцендентного, безграничного блаженства и распространять это счастье всем остальным живым существам. И низшим, и другим. То есть человек представитель Бога на земле. Это не животное. Это что касается воздержания, хороший вопрос. Для мужчин это важно. Женщины, они должны понимать эту ценность, помогать тоже и учиться жить на другом уровне вместе. Так мы создадим великие семьи и хорошее потомство. Так, что же тут дальше? С чего начать духовную практику? Я мусульманка, если я буду заниматься практикой, что будет с моей верой? Вера не должна меняться в Бога. Должна обогащаться знанием. Кто бы мы ни были, мусульмане, христиане или нигде, ни другие. Мы же идем учиться в школу или в институт. Какие проблемы? Это же образование. Это тоже образование. Оставайтесь кем хотите в этом смысле слова. В своей культуре можете находиться. Чем плохо мусульманство? Я читал Коран. Чем плохо Библия? Читал Библию. В чем проблема-то? Учитесь просто. Воздержание – это не перемена веры. Вегетарианство – это не перемена веры. Понимание философское в жизни – это не перемена веры. Бог один при этом еще. Бог один на всех. Религий много, а объект поклонения один. Так что здесь нет противоречия. Почему беспокоитесь? Что, мусульмане не могут быть учеными, что ли? Или аскетами? Как вы относитесь к Огмакрия-йоге? Много-много есть видов йоги. Огромное количество йоги существует. В Бхагавадгити описывается 18 глав, 18 видов йоги. Это не полное их содержание. Основы. Но если взять принципиально, 5 видов йоги существует. 5. Ответвлений может быть больше, конечно, намного. Но 5 генеральных, послушайте. Это карма-йога. Йога деятельности. Гьяна-йога – это йога, размышление, философское размышление. Тьяна-йога – это аштанга-йога. Восьмиступенчато – это яма-нияма. Асана прананя пратихара тхарана тьяна. Самадхи – это тьяна-йога. И, да, четвертое, четыре йоги. Четвертое – бхакти-йога. Все. Все, других не существует. Четыре генеральных направления. Мы действуем, мы мыслим, мы глубоко можем думать, и мы любим. Вот четыре направления йоги. Развивайте. Что бы вы ни делали, как у йоги не занимались, делайте это для Бога, для развития любви. Конечная цель – бхакти-йога. Это лестница. Карма, гьяна, аштанга, бхакти. При помощи аштанга-йоги вы можете увидеть Бога в своем сердце. Но когда вы увидите, у вас проводится сильная любовь, и перейдете в сферу бхакти, вам не нужны будут никаких больше правил и предписания. Выйдите за пределы правил и предписания, это бхакти-йога. Если вы любите, вы свободный человек, делайте, что хотите. Любовь никогда никому не навредит. Вам не нужны никакие больше законы, если вы соблюдаете этот закон достигли. Если мы не достигли любви, нужны вспомогательные законы и правила, что хорошо, что плохо нужно. Если мы любим только себя, нужно много правил, чтобы жить в обществе счастливо. Но если вы любите Бога, вы любите всех, что Бог в сердце каждого живого существа. Это бхакти-йога. И карма-йога, что означает? Карма – это деятельность. Но когда она становится йогой, когда вы часть своей деятельности посвящаете Богу, часть – это элемент бхакти. Например, десятину даете или садака даете. То есть от своего труда, от кармы отдаете. Это связь с Богом появляется. Йога – связь с Богом появляется. Где богатство ваше, там и сердце ваше. Отдаете что-то и думаете уже о Боге. Гьяна-йога. Когда вы размышляете в абсолютной истине, тогда это уже йога. Не просто философствование, пустое, пустословие. А в объекте думаете о высшем. Это гьяна-йога. А штанга йога – это полная медитация на Бога в сердце. Обнаружите Бога в сердце. Когда останавливаете ум, вы видите душу здесь в сердце непосредственно. И когда вы просто наблюдаете ее форму сверхдуши, внешне, так сказать, вот этот духовный вид ее, трансцендентный, вы влюбляетесь. Все, и вы переходите в сферу бахтии, где все можно. Можно действовать, можно размышлять, можно медитировать. Вы остаетесь в божественной сфере при всех обстоятельствах. В семье, на работе, где угодно. Вы остаетесь в духовном измерении. Я, допустим, всегда был семейным человеком. Я никогда не жил в монастыре. Немножко жил. Но я всегда был семейным человеком. У меня есть дети, я их воспитываю. Я занимаюсь бахтий, йогой, она применима даже для семейных людей. Но если вы занимаетесь аштангой, йогой, легьяной йогой, семья невозможна. Уходите в монастырь. Невозможно притековать в семье аштангой, йогой, легьяной йогой. Карма йога – это просто, ну, материалистичная деятельность, немножко веры религиозной, и масса проблем с плодами труда. Миру очень трудно установить на уровне кармы. Практически невозможно. Тут всегда законы, разборки идут. Кто прав, кто виноват, кто вор, кто честный. За Бога, за семью люди сражаются постоянно на этом уровне. Но в районе бахтий, йоги – умиротворение полное. Вы видите, каждое живое существо, как частичку Бога. У вас нет проблем ни с кем. Это может практиковать любой человек в любом положении. Это сила бахтий, сила любви. Это самая сильная йога. Поэтому вот четыре направления. Крия. Крия означает творчество. Это йога, творчество. Мы это тоже должны использовать. Наши способности творческие. Это в музыке, это в театре, это в поэзии. Крия. Крия йога. Крия шакти есть такая. Это же творение, мир. Это же творение, очень великое творение, искусное. Это крия тоже. Крия йога через тоже творение каких-то вещей, божественных для Бога. Мы тоже постигаем Бога. Это часть кармы йоги. Часть кармы йоги. То есть может быть много оттенков этих вещей, но принципы четыре. Так, у нас что, еще время есть на вопросы, Андрей? Еще вопросы, хорошо. Последний, да? Так, какой же вопрос попадется, интересно. Я взял с самого низу. Если у мужа и жены интересы разные, как быть женщине, может ли практиковать выход из тела без учителя? Как видите, во всем только хорошее. Не надо выходить из тела, дорогие мои. Куда вы? Спешите. Придет время, успеете еще. Надо осознать, зачем мы здесь. Здесь, вот что важно, из тела выходить, ну, с опрещенной практикой, по сути дела. Не надо развлекаться такими вещами. Я вам скажу одну вещь, что вы боялись. Если вы выйдете из тела, вот этот эфир, в котором мы находимся, он очень грязный. Пастам ожидают очень большие неприятности и подселения в этом теле. Поэтому берегите свою жизнь, пожалуйста. Не рискуйте. Ну, если честно признаться, у меня было несколько выходов из тела. Ну, много, на самом деле, в свое время. Поэтому я могу понимать, что это такое, до какой-то степени. Никому никогда не рекомендую. Очень большой риск, гигантский риск, что будут подселения и психические проблемы. Это серьезный вопрос. Не рискуйте, пожалуйста. Это не развлечение выходить из тела. Это одна из фаз смерти. И нужно думать, что там какой-то мир прекрасный. Вы ошибаетесь. Вы ошибаетесь. Так что из тела, пожалуйста, не надо выходить. Используйте это именно тело. Оно предназначено для самоосознания в большей степени. Тонкое тело не предназначено для этого. Тонкое тело, когда человек умирает, называется прета. Прета означает дух, привидение. Страшно голодный до сумасшествия прета. Все несчастья, которые в мире происходят, происходят под влиянием прет. Если человек спит ночью, а утром оказываются его ноги на подушке, а голова в области ног, на него влияют преты. Так написано. Это один из признаков. Это плохой признак. Все нечистые места, помойки, отхожие места, вот эти все грязные чистые места. Если в квартире у вас немытая посуда, грязное белье, там будут присутствовать преты. Они будут влиять на вас ночью, время сна или днем, подталкивать к каким-то желаниям, возбуждать какие-то низменные. Вроде не хотите думать, а все равно лезет в голову, понимаете, всякое. Это тонкий мир. Поэтому нужна мантра, чтобы претов убрать. Я повторяю мантру каждый день уже около сорока лет с женой и с дочерью. Мы практикуем ежедневную практику, у нас есть посвящение для этого. Мы повторяем. Ну, у меня получается два часа в день обязательно. Это минимум практики духовной. Два часа – это минимум практики духовной. И таким образом весь тонкий план, он очистится. Мы сегодня с вами сейчас попробуем попеть мантру, чтобы вы почувствовали, ну, как меняется эфир, пространство, как очищается. Это важный момент. И мысли не будут лезть плохие в голову. И раздражение будет меньше. И добра будет больше в сердце. Миротворение. То есть нужна мантра сегодня. Молитва – это уже ваше личное отношение с Богом. Но чтобы она состоялась, молитва, нужно очистить ум сначала и сердце. Мантра нужна. Нужно очищение. Молитва на материальном уровне, мы сказали, она не принесет блага никому. И как ведь во всем только хорошее. Нет, сейчас вы не сможете на этом уровне видеть все. Все только хорошее. Сначала изучите законы кармы. Хотя бы увидите, что все происходит справедливо. Нехорошо, неплохо. По закону. Карма – это закон. Что посеешь, что пожнешь. Сначала давайте изучим вот эту сторону жизни. Чтобы не обижаться на жизнь, мы должны понимать, за что, почему и как. Ничего случайно не происходит в нашей жизни. Ни плохое, ни хорошее. Все идет по закону кармы. Но, зная это, мы уже будем в равновесии держать себя. Без каких-то обид и претензий и так далее. А то у нас много претензий, обвинений и критики. Это плохой ум. Грязный ум называется. Чистый ум означает, что он очищает все, что попадает в него. Огонь. Если в него попадет мусор, он сожжет и останется чистым. Ум должен быть таким. Как научиться этому? Изучать философию. Это ум. Умственная нагрузка должна быть хорошая, правильная. И, конечно же, нужно практиковать очищение ума. Мантра. Маха-мантра звучит так. Харея Кришна, Харея Кришна, 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 Харея Харея. Харея Рама, Харея Рама, 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 Харея Харея. То есть три слова здесь. Хара, Кришна, Рама. Харея – звательный поддержка. Мы обращаемся. К этой высшей энергии обращаемся. Всепривлекающей, всепрекрасной энергии, дающей радость, счастье, ананду. Сжигающей все грехи, всеблагая энергия. Это звук Апракрита. Трансцендентный звук духовного мира. Маха-мантра. Это в Падна Пуране. Брехад на Радеи Пуране, не помню. Эти три слова Хара, Кришна и Рама, описывается там. Способны противостоять любым порокам века Кали. Сейчас век Кали и много недостатков мы видим. Много вражды, лицемерия и прочих беспокойств. Вот эти три звука, говорит, они противодействуют влиянию века Кали. Всего три слова. Если к этому отнестись серьезно и сделать это правильно, мы сегодня же должны получить некий опыт. Поэтому я думаю, что можно уже инструменты принести. Мы попробуем сегодня. Вместе провести такую медитацию коллективную. Коллективная медитация называется Киртана. Киртана. Тут будет ведущий. Наверняка меня попросит быть ведущим. Сейчас, да? Я немножко попою, потом продолжим. С музыкантами. А, про мужа и жену все-таки, да? Я, потому что ответа нет. Ну, удовлетворительного ответа не будет. Потому что это судьба. Муж и жена — это судьба. Вам придется принять эту судьбу. Начинать с этого, с этого момента в своей жизни продвигаться. Сначала вы должны измениться сами, потом постепенно измените судьбу. Потому что вы же как-то попали в эту ситуацию по каким-то законам мироздания. Верно же? Я люблю природу, например. Люблю все, вот вообще люблю людей, мир, вот все, воду, реку, все. А он вообще на меня смотрит как-то так совсем с другой стороны и говорит, ты вообще ненормальная. То, что ты вот такую любовь проявляешь ко всему. Начиная от Бога, заканчивая мурашиком, например. Ну вот так. Я вот даже, знаете, иду, например, я везде вижу сердца. Я видела, вот я прям, знаете, вот в луже был дождь, и у нас возле дома образовалась такая огромная лужа. Я это на видео снимала и высылала в чат. Жизнь с Богом. Это реально такие вещи. Я готовлю что-то, я настолько могу проникнуть любовью, что я вижу сердца, знаете, в приготовлении пищи. Везде эти сердца, везде. Но муж вам не препятствует, нет? Ну, знаете, препятствовал. Устал, сейчас уже согласился. Вот видите, он не сможет долго препятствовать. Он даже уже мне отпускает на наши практики духовные. Ну, уже ответили на вопрос свой. Да ну вот просто мне так интересно было, кто-то задал вопрос, у меня вот тоже такая ситуация. Ну, давайте все благословите ее, чтобы все не было хорошо. Спасибо. Спасибо. Это хороший человек, склонный к духовной практике, ему нужна поддержка и все. Спасибо. Спасибо. Порядок будет такой, что сейчас важна настройка на медитацию. Ведущий поет мантру. Я пропою на простую мелодию сейчас мантру. Очень легкую. Все прослушаем. Затем весь зал вместе так же пропоет, я буду слушать. Затем снова я буду петь, слушаем. Потом вы повторите, я слушаю. Будет чередование. Это называется слушание-повторение. Это прием медитации коллективной. И если кто-то не желает участвовать, можете просто наблюдать это. Важно, чтобы ваш ум сейчас не оценивал это с точки зрения как бы материальных качеств. Насколько это музыкально или не музыкально. И, может быть, критикует что-то, ум видит какие-то недостатки. Вот это нужно остановить сейчас обязательно на время медитации. Все это будет чувствоваться ведущим. Эти мысли. То есть мысли должны быть позитивные либо нейтральные. Тогда что-то получится. А тот, кто хочет участвовать, подпеваете своим голосом, любым голосом. Не нужно быть певцом. Просто, ну, внимательно. Бережно отнестись к этой мандре. И можно выпрямить свою спинку на это время. Сесть нерасслабленно. И можно ладоши подготовить, ритм поддерживать, кто хочет. Кто не хочет, просто может залогать глаза и медитировать на атмосферу, на эфирную вибрацию. Но никакой критики. Хорошо договорились? Иначе я буду выгонять. Простая мелодия будет. Ну, сначала я спою обращение, а потом будем петь мантру. Ом Пурнам Адак Пурнам Идам. Ом Пурнам Адак Пурнам Идам. Пурнам Адак 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 Пурнам Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok